Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 12. Вопрос 3451. «Простой народ понимает ли, что и кто стоит за этим объединением в зарубежной церкви сущими в Отечестве с нерассеянными? Столько отзывов, что не знаешь, что правильное есть», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Опрос такой не веду, но при встрече узнаю, что некая эйфория есть у нецерковных. Мне сразу же позвонили из городской администрации за дело по религиозным объединениям и связям с общественностью. Поздравили, но поинтересовались моим мнением. Я давал интервью газете, и оказывается, там тоже ревнуют о многочисленности, хотя сами и живут по-мирски». «Православные закончили гражданскую войну». Приехавши в Москву из разных стран мира прихожан зарубежной церкви, а их пожаловало более 600, легко было узнать по пастельным оттенкам мужских костюмов с яркими платками в нагрудных карманах и элегантным дамским шляпкам, так не свойственным для современных российских храмов. Митрополит Лавар в последнее время неважно себя чувствует, и на церемонии его ввели под руки. Патриарх начал действовать. Алексий II обратился к Путину. «В Нью-Йорке члены синодов вас увидели человека, православного христианина, который после многих десятилетий гонений несет высокое служение своему народу. В нашем обществе нет больше почвы для изжившего себя противостояния». Что даст России зарубежная церковь? Ответили так. 38% ничего не даст. Усиление политического влияния в мире 25%. Традиции русского духа, утраченные в 1917 году 22%. Будет куда сходить помолиться за границей 5%. Сергий Радонежский говорил «Любовью и объединением спасемся». Хочется поклониться нашим братьям за рубежом, что они сохранили православную веру, возрастили ее, и теперь православие расцветет на всех континентах. Россия сосредотачивается не только укрепляя вертикаль, но и собирая под одни знамена и хоругви всех русских православных, отечественных и зарубежных. Со временем Россия может получить хотя и не безусловное, но надежное лоббирование своих интересов по всему миру. Это не под силу ни МИДу, ни разведки, ни даже самому президенту. Зато это может единая русская церковь. Сергей Ковалев, правозащитник, цитата «Я к этому объединению отношусь плохо, потому что не люблю московскую патриархию. Я боюсь, что высшие иерархи русской церкви, которые когда-то прилюдно молились за здравие Сталина, остались те же. Я вообще не уверен, служат ли они Христу, иначе бы они покаялись в своих грехах». Читатель «Я атеист, и объединение русских церквей для меня означает лишь то, что православная церковь за рубежом будет поддерживать политику России». Комсомольская правда, 18 мая 2007 год, страница 2-3. Снова у одной чаши. Григорий Граббе ответил, цитата «Ваша церковь, МП, именно впала в ересь и должна быть обвинена в расколе. Ее ересь заключается в том, что согласно декларации митрополита Сергия 1927 года, получаются, что существуют две истины – одна евангельская, а другая большевистская. Ведь декларацией признается правота большевиков, поддерживаемых народом, а они отрицают Бога». «Этот богословский тезис был для меня неожиданным, и я не мог что-то ему противопоставить. Владыка Лавр увидел в Путине истинного православного человека. Аргументы и факты, номер 27-й, 2007-й год, страница 9-я. Патриоты твердят, что Русская Православная Церковь за границей добровольно сдалась в плен патриархии, пошла на самоуничтожение, на поглощение патриаршей властью и прочее. Вроде бы, вот так бы все продолжалось, как было, и пусть бы никогда не кончалось. Но если бы они смотрели в Библию, то они бы говорили совершенно иначе. РПЦЗ не имело никакого другого выхода, кроме того, что произошло. И вот почему. На благовестия в народ не вышли за 90 лет, и не было ни малейшего признака, что они поймут, что идут не по евангельскому пути, не подвизаются единодушно за веру евангельскую. Притом паства, особенно в последние годы, наполовину была уже патриарша из проходного двора. Свои к своим. Подумаем, что, быть может, митрополит Лавр и понимал унизительность этой позорной унии. А на то пойти, чтобы сложить в себя полномочия до подписания акта, решительности не хватило. А в душе он мучается и молчит. Псалом 24, 19 Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютою ненавистью они ненавидят меня. Иоанна 12, 40 Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. В космическом и планетарном плане совсем иной получится расклад, когда рассматривать не для утробы станем, а даже больше. Рай, а ныне есть и ад. С прицелом к вечности, в позиции не нашей, не от утробы с печкой танцевать, и не от кухни, извини, с парашей, с которой каждому приходится вставать. Есть цель, не специально синие дети, по сути колорадские жуки, не стройки громадьё схватить успеть бы, живого мяса фунт, не каждому с руки. А есть, я утверждаю, есть, была и будет цель запредельная, посмертная, незримо. Я о ней узнал из Библии, покуда достичь небесного на всех Иерусалима. Тот город, рай, утерянный когда-то, а может лучше шире, превосходнее, ради цели той я поменяю статус, чтобы в новом бытие мне оказаться годным. Всё видимое нами есть совсем не то, а оболочка, хижина и корпус. Вот женщина по конкурсу, она на все на сто, в действительности только сгусток порчи. Ведь наше тело только лишь жилище и одной единственной души или душонки. Она бывает даже снега чище, а может пеной быть сплошным подонком. Святая Библия есть откровение Божие, в ней приоткрыт нам замысел о нас. Да смотрим на себя, как можем строже, душа летела к Богу, чтоб они плелась. События, поступки, встречи, расставания во свете Библии, да будут все и вся. И не на два колена, чтоб хромали, все заповеди знаем, на любви висят. 16 мая, 2007 год, Игнатий Лапкин. 16 мая, 2007 год, Игнатий Лапкин.